Привет, друзья! Вот там у меня под роликами, в описании, написано, что ключевые приёмы в самые простые и эффективные в мире, потому что они основаны на инстинктивных, рефлекторных действиях человека, которые он сам непроизвольно делает, и которые на самом деле мозг для того засылает, чтобы он их делал, чтобы снять лишнее напряжение. Вот я только недавно проводил помощь, там оказывал по скайпу, и там девушка мне говорит интересную вещь. Я делала ваши приёмы, левитирующие приёмы, там идеорефлекторные, потом я села, успокоилась, и вдруг мне там позвонили по телефону, я начала нервничать и стала дёргать ногой вот так вот. Не помогает мне, что ли? Я говорю, так надо из этого дёргать ногой. Я же там ролики написал специально в описании, что все приёмы построены на осознанном моделировании инстинктивных действий, снимающих стресс. Раз ногой начало дёргать, значит, организму это надо. А теперь ты берёшь и делаешь из этого дёргания ногой упражнение. И один, два, три раза в день, по минутке, по полминутке, да, берёшь и дёргаешь ногой, и уже сознательно. И таким образом получается, что ты вырабатываешь у себя навык, потом снимать напряжение без дёргания ногой. Так вот, там же у нас принцип подбора путём перебора по методу ключ, на этом и основан, что ты берёшь самые разные упражнения, их может быть 100, 200, 300, это как примерка платья в магазине или ботинок. Ну, заходишь в магазин, и ты примеряешь ботинки по размеру, то есть те, которые тебе подходят. Так вот, ты берёшь любые физкультурные упражнения, начинаешь их делать по полминутки, и смотришь, что тебе подходит. И мы говорим, там, критерии индивидуального подбора. Подбирай то, что тебе делать легче. Значит, оно тебе соответствует. Да, не жмёт, как говорится. Ну, а сам процесс перебора, то есть примерки по полминутки, сам процесс, он вырабатывает креативные способности мышления. То есть ты потом занимаешься любым делом, любой работой, задачи решаешь по математике, или пишешь сочинения, или готовишься к экзамену. Ты находишь лучшее решение, потому что у тебя развивается изобретательность мышления. Да, ты начинаешь интуитивно чувствовать, что тебе лучше выбрать, что тебе лучше, как решить эту задачу, что для этого надо сделать. Поэтому у нас принцип подбора путём перебора происходит по критерию индивидуального соответствия. То есть идёт по зелёной зоне. Из всех разных упражнений подбираешь то, что тебе самому приятно, да, то, что тебе хочется продолжить. Ну, например, одному нравится лыжник, другому нравится шортай-болтай, третьему нравится плавательное упражнение, а четвёртому нравится боксировать. Так вот, так же и в жизни человек делает. В жизни один выбирает, в спорте, например, лыжником становится, другой становится пловцом. Потому что в жизни происходит так, профотбор такой происходит. Так вы и делаете это по методу ключа, за короткое время. Разные упражнения. И лыжника, и шортай-болтай, и крутить холохоп. Вот так представлять себе. И боксировать, бой с тенью. И у вас как раз таки... А сам принцип подбора, он развивает креативное мышление. А то, что вы подобрали, значит, то, что вы делаете легко, свободно. То, что вам нравится, без всякого насилия над собой. Потому что эта практика, она же для духовного, физического развития. Для того, чтобы вы были целостны. Для того, чтобы развивалась ваша личность. Для того, чтобы вы были самодостаточны. А правила, по которым это делается... Ну, мы же всегда на бесплатных ликбезах показываем. Мы рассказываем. И у нас ещё там вебинары. Вы можете в сайте stress.su и hasai.ru в меню, магазин. Нажмите кнопочку. И там все вебинары, и все книги в электронном виде. А скоро выходят в АСТ опять в бумажном виде. А те бумажные книги, которые были давно, они уже давно все кончились. Они уже раритеты. Поэтому вы там видите то, что уже раритеты. Это монументы. Да, это очень интересно всё. Поэтому ещё раз в описании под роликом, посмотрите, там написано, что метод ключ самый простой, потому что ключевые приёмы основаны на инстинктивных действиях человека, защитных его реакциях, которые у него снимают стресс. Но на них он раньше не обращал внимания. Он дрожал на морозе, он ногой дёргал, он стучал пальцами, он ходил туда-сюда по комнате. Оказывается, они снимают напряжение, помогают лучше думать. А теперь вы их моделируете. А перебирая, подбирая себе, что вам нравится, вы самим перебором развиваете своё мышление изобретательское. Таким образом, метод ключ для творчества и здоровья. До встречи, друзья.